Уже 15.00 по Москве, поэтому мы, если что, если Господь благословит, начнём именно с этого стиха в будущем. Сейчас, потому что у нас время Игнатия Тихоновича. Мы не будем забирать его время. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, Ворос. Вот я сразу с вопроса задам. У нас в этом телеграм-канале, в чате такой вопрос был. Мир всем. Помогите уяснить смысл. Первое послание Иоанна Богослова, 5 глава, 16 стих. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том, говорю, чтобы он молился. Вот он спрашивает. Грех к смерти – это смертный грех? Да. Можно молиться только за тех, кто не в смертных грехах, а кто в смертном грехе? Как быть? Никак. Никак. Он отверженный. Похудел духа, быть может. Почему Дух Святой придёт обречить мир о грехе, о правде, о суде? О грехе. Каком грехе? Что не веруют в меня? Один грех только назван смертным, в котором нет покаяния. А покаяние мы приносим ради того, чтобы быть достойными принятия Иисусом Христом. Даже самое незначительное бывает. Если в этом раскаяния нет, перечёркивается вся жизнь. Почему мы об этом и считаем? В 3.18 из Икииля. Если правду творил, 20 стих, а согрешил под конец, ни одно праведное дело не припомнится. Вот и всё. Простое дело. Человек что-то натворил, и покаяния никак. Его уговаривают. Он страдает, а выйти не может никак. Почему? Преграда стоит. Почему еретика? Считаем 3.10 к титу. После первого-второго разумления отвращайся. Ебо он грещит, будучи самоосужден. Даже никто его не гнал, ничего. Он сам себя осудил. Он из ереси не вылазит. Бесполезно говорить. У меня очень большой опыт. Я беседовал со всеми. Не просто, а работал с ними. У них за капитрой стоял. Баптистов, 50-ников. Адвентисты 7-го дня, ОСД. Они мне слово давали. В больших городах столичных. Прибалтика, Украина, Белоруссия. Вот такие. А как? Никак. О том и молиться не говорю даже. А так человек где-то пал, неправильно сделал что-то. Возможно примирение. Возможно. Но если открыл тайну, можешь не гнать. Сираков прямо показывает. Разделение делает. Греху разница. Вот человек сделал какое-то сегодня посвященники, как лютые волки. Жена сделала аборт. А приходит каяться. Ну там еще 40 поклонов. Когда правило Василия Великого Второе прямо говорит. Погубивший в утробе плод. Сейчас патриархия говорит. Сколько ему дней зачатия. Не так, когда аборт можно делать или когда уже поздно. Нисколько. Зачатия. Зачатия подтвердилась. У жены прекратилась. Обыкновенная женка. Все. Созидается образ. Это уже погибель. А сегодня все это даже не соблюдает. И смертный грех. А у эритиков что? Вот меня спрашивают. Вы говорите. Знаете. Меня мусульмане уже сколько раз говорили. Вот так же знаете. Что вы дальше сказали про Ильжил. Это пятая сура. 68 аят. Себе все запишите. Главное. Я его изучал. Запоминал. В разных местах. Потом понял. Это не надо. Они не знают. Передо мной прошло 2600 человек в прошлом году. И ни один не считал. А зачем мне это знать? Он говорит. Перевод неправильный. Арабский только надо. Арабский знаешь? Нет. Не знаю. Я ему начинаю молотить по-английски, по-немецки. Ты понимаешь? Он глаза вылупит и сидит. Они как огня боятся крестного знамения. Вот и все. Опыт. Не сидеть надо. Как ни трудно, я каждый день хожу в рулетку. Захожу. Вы хотите принять ислам? Я простой ответ даю. Человек в здравом уме, трезвой памяти. Небо менять на землю не будет. Вот ответ. Запомните его. Небо и земля. У них ничего духовного нету. Четвертая сура, третий аят говорит, что разрешается иметь четыре жены. У нас, если он четыре часа с ней побыл один раз чужой, отлучается на семь лет. А у вас даже это и безумие нельзя назвать. Узаконенные блудники. Закон разрешает. То есть во всем надо делать. У них ни о крещении, ни о Духе Святом понятия нету. Христос это не Бог. А что они все одинаково. У них есть такой выступает везде. Закир Найк. Тоже можно запомнить. Я говорю, он черная заноза в мозги-то насадил. Он говорит, что Христос никогда не называл себя Богом. Это вы придумали. Они сидят в полный зал. И никто против не скажет, почему они не считают ничего. Ни Библию, ни свою книгу. А как? Ивана, я открываю, ему показываю. Хотели нам встречу устроить. Да пустой. Он не идет. Тринадцатая глава, тринадцатый стих Иоанна. Прочитай кто-нибудь. О провизжении Закира Найка. Никого нет? Евангелие Тяна, тринадцатая глава, тринадцатый стих. Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите. Ибо я точно то. Ну вот и все. А дальше. Говорит. Ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Откуда бы они взяли это-то? Ты. Ему в глазах говорят. Он сказал, нет, я не говорю, что я Бог там равен. Нет. Господь ничего не отмечает. А Фома ему говорит, Господь мой, Бог мой. Он его не пресек тут. Он только сказал, что блаженный не видевший и уверовавший. То есть достаточно этих мест. И считать десять-тридцать Евангелия от Иоанна. Прямо говорить, я и Отец одно. Одно. Это очень трудно доказать. Мы верим в Священное Писание. Какие бы у тебя ни были друзья, товарищи, враги, знай Писание. Оно поможет тебе стоять на высоте. Мне говорят, ну вот Писание, знаете, у баптистов выступали. Еще у баптистов не нравится. Главное, что не нравится. У них прям православное учение. Они признают Троицу, бессмертие души, Христа за Бога. Все признают. Но у них нет рукоположенного священства, узаконивающего их, делающего церковью. А вот если бы они приняли ни в одном, ни в двух местах, все должны принять. Я бы никогда православным назвать уже не стал. Почему? А там апостольское служение. У нас, мы начали 28 глав Деяния Апостолов считать. Ну, собрались тут и каждый день считали. Прошли до конца и сказали, ответ, ничего нету нашего. У нас все пришло потом. Потом. Я не против, я православный. Я вот сейчас все слушаю. Первый том из полного собрания произведений, или сказать, проповедея отца Иоанна Златоуста. Прямо говорится об этом. Какие он терпел гонения, что и все полагался на Бога. Откуда выражение, слава Богу, за все? Это его. И можно слушать. Вот как раз моим голосом начитано. Все первые. Я вот хожу, тренируюсь тут. И одновременно включу и слушаю. Мне уже не по улице топтаться можно. Даже уже знаю, начитывал, и сегодня еще сердце содрогается. Как священники, как архиереи против него поднялись. Все как клеветали на него. Что было дальше? Его вполне не просто исповедник, а мученик. Как над ним издевались, и что было. Ну, то есть первый том. Там все подробно. А кому нету, ко мне зайдите, я скину вам. Только вы сами зайдете. Зайдите на наш канал, и там сайт. Не канал, а, ну, во свете Библии. Сайт. И в сайте вы увидите аудио, видео. А там все. И жития, и другие книги. С кем я беседовал? Со священниками, с Александром Менем. Должно быть все там. Вот вопросы решаются только по Слову Божию. По Слову Божию я вижу. А как вы к нам относитесь? Очень просто. Галатам 1 глава 8-9 стих. Беседовать с мусульманами только так можно. Я вашу книгу не трогаю, я не критикую. Она зачем мне нужна? Это ваша святыня. А они не знают. А вы руки мыли? Они руки все моют. Зачем тебе руки мыть, когда ты доверху грешник? Тебе руки мыть не надо. И не отмыть никогда. Если она у тебя под боком четвертая лежит. На четвертый день. А доброе, доброе везде мы находим. Благодарим Бога. С ними разговаривать, как мы относимся. 4-12 деяния апостолов. Прочтите. И Галатам. 1 глава 8-9 стих. Вот все. Для мусульман больше ничего не надо. Кто-нибудь так, давайте, считайте. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Там речь идет об имени Иисуса Христа. Они говорят, сказано, что придет пророк. Вот какой пророк последний? Лжев пророк придет. Антихрист. И поэтому, вот он и заявляется. Сегодня одно учение, завтра другое. А Галатам 1-8-9. Ну, я их заставляю за собой. Давайте вместе прочитаем. Они Павла апостола ненавидят люто. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. То благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. И девятый. Так, Галатам 1-я глава, 9-й стих. А вы восьмой-то не прочитали? А, восьмой. Конечно. А если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Значит, а ангелы стоят, не слушать анафема им. Харем. Проклятие. И даже все апостолы вместе будут говорить завтра не то, что Павел говорил, а анафема. Харем. Вот и все. Им больше ничего не надо. Наши отношения. А наши отношения в нашей книге. А нам 47-й стих 5-й суры. А говорит, и мы люди Писания. А когда 68-й, говорит, и да, Всевышний нам Таурет. Тору. Пять книг. И жил. Евангелие. И чтобы мы по ним поступали. А не обманывали людей. Вот и все. И так с каждым надо знать коренные вопросы и их поднимать. Когда тут люди сидят, знающие Бога, то по-другому выглядит. Мне пришлось в одном собрании говорить, довольно большое. Человек 450 там было. Я когда закончил, пресс-фитер встал и говорит, я готов принять православие. И они как один. И мы готовы. Вот как Бог делает. Когда мы надеемся на Бога, Господь Духом Святым будет руководить нашими устами. Вот по милости Божией, завтра у нас вечерня будет. Вот я готовлю проповедь. Конечно, надо на Рождество. И на воскресенье на Рождество. И перед этим сколько? 60 уже лет. Сколько я уже проповедей сказал. И они не кончаются. Притом все в новинку. Даже архиерей, который был, ну где вы это все берете, я показываю, где я черпаю из Слова Божия. Я буду говорить только о том, почему называется Рождество. Почему слово Рождество в Библии не встречается нигде больше, только один раз. Этого слова нету ни в одном языке. Ни у немцев, ни у арабов, ни у кого нету. Рождение есть, а Рождество нету. Зачем его это слово придумали? Я должен это сказать. Видите как? Никто не понимает, а воскресенье, думаю, говорит. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеке благоволение. Рассказать. Если там так, как поется в этой песне. Что оно означает? Притом опыт мой показывает, что я уже говорил несколько раз, и еще все не раскрыл. Ну, это так я думаю. Как Бог даст, может и не доживу. Не забывайте молиться за сестру Елену, ее нету здесь. Она не написала даже мне, была где не была, кто возил ее к врачам. Она записывала. Тут один из Литвы, он у нас здесь был, может даже и сейчас есть. И он говорит, может, я в Литве, в Вильнюс, я не пойду в храм, а буду с вами молиться. А почему? Онлайн Елена выставляла все время. Я прихожу только по ограде, пройду, захожу, а уже все стоит. Ее нету. Кто-то у нее, если бы перехватил, тогда можно было бы сказать. Видели, как делается. Посетить и попутно взять, чтобы подсказала, как записывается, как она одновременно идет в эфир. Вот так. Слушаю дальше вопросы. У меня вопрос, Игнат Тихонович. Давай, дорогая сестра Девора. Мир вам. Сейчас. Иеремия 4 глава, 2 стих. И будешь плясся, жив Господь, в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться, и им хвалиться. Какая разница между истиной и правдой? Между чем? Истина и правда. В истине, суде и правде. Ну, видите, разницы-то никакой нет. Вот так уже привыкли, что откуда пришла, говорит, истина, откуда правда. В одном стихе говорится так. Вот попробуйте найти его. Воссияла правда. Истина. Никакой, правда, она есть и истина. Есть истина. Но тонкость различия показывает священное писание, не разъясняя, в чем разница. От величия того, к кому относятся. Или одно слово мы уже затискали здесь, что оно измызганное. А другое все-таки не трогаем. Ну, вот найдите сначала это, где, говорит, Господь. Я отправила в чат, по-моему, Псалтырь. Да, Псалтырь. Ну-ка, где, считай. Молодец. Милости и истины встречаться. Правда и мир облабызаются. Истина возникает из земли. И правда приникнет с небес. Приникнет с небес. Правда. Не по-нашему. Мы бы наоборот сделали. Иисус говорит, 14.6. Иван Григорий Атьяна. Есть путь истины и жизни. А вот теперь он наш свой, он на земле. А правда приходит оттуда. По правде Бог будет судить. А нам правда не нужна. Не надо, Господи. Не по правде суди, а по милосердию Твоему. Ничего опаснее для нас нет для спасения, как правда наша. От рождения до исхода. У Бога имен много. Но Виктор Гюго в отверженных для мезерабля. Он прямо говорит об этом. Епископ Евеню. Но из всех имен самое привлекательное для нас милосердие. Еще что? Игнат Тихонович, мир вам, можно вопрос? Мы думаем, Георгий, давай. Вот у меня по поводу Рождества. Вы говорили, что Бога родить нельзя. Родился, получается, не Бог, а родился человек. Плоть. Но Богородица, это неправильный термин? Я немножко не понимаю, у меня в голове не укладывается. Я православный, так и есть, как есть. За это сколько они как бились? Бог извечен. Ну, взять, допустим, триллионы, квинтиллионы, сексиллионы. Так, и тогда он был. Его нельзя ни родить, ни увидеть. Но так как он воплотился через Еву Марию, принято так выражение. Вот, допустим, мы привыкли говорить из ипостаси. Единосущный. Для того, чтобы слово «единосущный» утвердить, прошло шесть столетий. Собирались лучше умы. Не находили слово. А всего ничего. Теперь даже мы не задумываемся об этом. Так и здесь. Почему? Потому что божество бесстрастно. Его нельзя страдать или что-то. И когда говорится, Господь, сойдем с неба, посмотрим, почему вопль такой великий, это образное выражение, ему не надо сходить, лестницы нет. Хотя начинает когда говорить, лестница – это Божья Матерь, через нее, ну все это трогать не надо. Тут они сейчас кинутся, надо будет обороняться, а мне это не нужно. Но в мир родилась плоть. В мир родился плоть. Потому что в истории предлагалось назвать Христо родиться или Иисуса родиться. Его посчитали за еретика и далее. Я вот сколько занимаюсь ересями, какие были, еретикам все доказательство намного легче было, чем православным. Те больше пользовались Библией, а православные – наитием. Я специально тратил года целые. Вот занятие, чтобы каноном и церкви, я три года занимался. Каталоги. Я выпустил отдельно симфонию на жития святых. Не просто 12 томов Дмитрия Ростовского, а еще по благословению патриарха Пимена, настольные книги священнослужителя, второй, третий том. И там я еще нашел в кратком виде жития, которых у Дмитрия Ростовского не было. 147. Я их тоже включил к себе. Вот как. Значит, я жития святых не по насыщке знаю. И вижу, специально у меня висел колокол такой, надо было бить. Не согласен, неправильно. Я считаю и бью. Один раз ударил. А почему? Не по слову Божию. Иногда так видно, что совсем не в тот угол. Дважды бил и даже иногда три раза. Три раза означают богохольники. А Дмитрий Ростовский их восхваляет. Уже в Новом Завете, 15 главе Деяния Апостолов говорится, что мне ели крови, никаких гематогенов не было. Запрещается. А у них настоятель упал, обрушились леса, кирпич полетел. Ну, шестеро было, сразу умерли пятеро. А он долго стонал, там лежал под ними, пока раскопали. Так его одежду взяли, когда он умер. Ее вымачивали. И вот это кровавое, что было, они как лекарство пили. Еще непонятно-то. А теперь, чтобы родному угодить, еще есть такое. Они брали в руку причастие и уносили на могилу, уложили им. Даже подумать страшно. И они не осуждаются, ничего. Вот так. Ксения Петербургская. А что у нее? Она, муж у нее погиб военный. Она надевала его шинель. И видели, что она ночью там где-то сколько-то кирпичей подняла наверх. Ну, сколько она могла поднять-то? Подъемников не было. У нее ничего не было. Сколько бились, бились, канонизировали. Канонизировали и сразу забыли. Канонизация вообще не человеческая. Ее не должно быть. А почему? Она запрещена Богом. Мне говорят, священники, архиереи, да откуда вы берете ее? 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Прочитайте. Я ничего не говорю. То, что так написано. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветится, скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Тогда, тогда никак не канонизировать, не анафеме предавать. Анафемы только за то, что против Христа идут. Вот как? Никак. Да коли не придет Господь. А зачем Господу приходить, когда уже суд, уже все разбазарили? Тут Матрона и прочее. У Матрона-то тоже ничего нету. Вы почитайте, с чем люди обращаются. Все такое. Дочку выдать замуж не может, там еще что-то. Такое все. Мелочь. Как будто не какой-то правильно говорит Андрей Ткачев. Воскресный день, говорит, храм полупустой. А мощи привезли какого-то еще святого-то. Там в очереди стоять на три дня. Придет же пророк Илья, потвинчивает головы. Это его слова. Нужно сказать, что Андрей Ткачев свою пасту не боится. Прямо говорит. Молодец. Как я ему книги дарил, Николай Астахов, все-таки подбирался, подбирался, нигде нашел, где он есть, и как передать, передал. А потом корреспондент у отца, значит, Андреев, берет интервью-то и показывает библиотеку. И останавливается на моих книгах, корешки, это остановился и так стоит. Наши книги украсят любую библиотеку мира. Как в Дании мы были. Нам сразу сказали, ваши книги сразу идут в Королевскую библиотеку. Есть такой здесь у нас момент, когда президентские устроили библиотеку, и у меня туда тоже книги взяли. Вчера меня один спрашивает, у вас в Москве книги есть? Есть. Библиотека называлась имени Ленина, сейчас заменили. Главная библиотека Российской Федерации. В парламентской и в исторической. В Москве. И вот новые книги поступают, и сразу туда им относят. Бесплатно. Бесплатно я объяснил, что это там люди, которые в библиотеке. 650 библиотек получили от нас полный комплект. С 38 томов книг, которые у меня вышли. Это Бог делает? Благодать Божию. Я вот вижу здесь, только это, ответь. Вот я, Ермолин, Антоний. Книги понравились? Очень, Игнатий Тихонович, используй. Используй. Вот, понимаешь как? Вот теперь, вот освобожденный, который Илья Мазор, как он, фамилия-то там, Мажар или что-то, не знаю, тоже получил, фотографировался, все книги. Он приехал. Вчера, кажется, вчера сообщили, что пришли книги в Белоруссию. За ними заехали уже, там Кондратюх Ирина получила, сразу же посыльные повезли в Литву. Там помогает Бушила, кажется, так. И он помогает в Германию, во Францию, там дальше все. Книги пошли дальше. Ну, все, вопросы-то, наверное, истощились уже. А вот... Давай. Игнатий Тихонович, с миром. С миром. Вот здесь это, Яна, 3,15, богословий. Давай, пожалуйста. А если бы тебе был холоден или горяч, ну, в общем, ты, значит, ты горяч, значит, годишься. А если холоден, то разве годишься? Объясните, пожалуйста. Холоден. Это когда человек по-старообрядчески спасается только страхом. Бог, чтобы не наказал, у меня такое было. Я знал, что суд Божий будет, мама сказала. А больше ничего нету. А что Христос умер за меня, никто не сказал. Я даже думал, вот как. Такой там был однажды, который узнал, что Христа и верея распяли, он решил им отомстить. И я тоже так же думал. Это холод. Холод. А горячее, это когда идет человек на проповедь из любви к Господу, пылает огнем. А который ни вашим, ни нашим, ни рыба, ни мясо. Вот это такой теплый. Я вроде признаю, но мне главное, чтобы тут нормально прожить на этой земле. Он и неправду допускает, и везде что-то подает, чтобы его продвинули вперед. Депутаты надо быть, а потом ближе к президенту. Вот это тепло-хладно. Он и перекрестить-то не может так, а сам руку куда-то сует под мышку. Это теплое, теплое. А теплое, это пропащее. Оно прокисает быстро. Понятно, благодарю вас. Слава Иисусу Христу. А вот Александр Дворцов сказал, бескромные жертвы. Ведь жертва такая кровавая на кресте. Так, а ну-ка, переведите, что она сказала. Я сказала, Александр Дворцов сказал, бескромная жертва. Но жертва такая кровавая на кресте была. До конца так и не понял. Ветка какая-то, или что? Александр Дворцов, когда говорил, вот, занятия, и он сказал, бескромная жертва. Но жертва на кресте же кровавая, а не бескромная. Ладно. Вопроса-то нет там никакого. Слава Христу. Так, слушаю дальше. Вот если вы были тут священники, я говорил им, они наиспо и должны спрашивать, когда ты читал Библию? Ходил ли ты на благовестие? Пришили какие-то души? Ты хоть с одной душой так к Богу идешь, и священники вообще это не трогают. А что, ну, что там, производство воровали, доблудили, больше ничего и нет. Ну, что, если никого нет, наверное, молиться будем? А, назначайте, Игнат Тихонович. Хорошо, я буду называть, освященник здесь, сразу, чтобы откликнулся. Вот Алексей Бояльский здесь, нет? Нету, да? А Виктор Захарычев? Давай, я здесь. Вот. Это Виктор, да? Да, Виктор. Ну, братья, пропою тут достойно, и вы сразу кратко помолитесь, и в конце прославьте Святую Троицу. И громко скажите «Аминь». Кто согласен будет с Виктором, все говорите «Аминь». Молитва делается вашей, как апостол Павел говорит в послании к Коринфянам. Во славу Божию! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть, а кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Серафим. Без истления Бога слово рушую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, Пресвятая Троица, молим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты собираешь нас на этом собрании, на занятиях, где мы поучаемся. Слово Твоему Святому. Очень благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты привел меня в эту общину. И надеюсь на Твою благость, что Ты откроешь мне все свои потаенные учения. И мы Тебе славу осылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь.